Спасибо за хорошее выступление. Для начала у меня есть один комментарий. Неужели в зале нет никого из Яндекса? Сейчас был просто такой выпад на Яндекс.Такси и его это так проглотили. Так что, чувак, я могу сказать такое. У меня недавно был катастрофически, недавно это позавчера, катастрофически отрицательный и слегка положительный опыт. Таксист не умел пользоваться приложением, говорить по-русски и проехал на красный свет, короче, изи, вот, такой легкий гололед. Вот, короче, я написал техподдержку матом про то, что если я выживу, я, короче, ваших ребят отхерачу. Вот, они по край, а потом этот, короче, чудо-водитель еще и нафродил мне дополнительно 500 рублей, еще километров 10, не закончив поездку. Яндекс вернули мне эти самые нафроденные деньги, но не дали промокод. Вот, бывает такое. Я готов пояснить Яндекс.Такси, вот, всеми данными. У меня, собственно, два вопроса. Первый к Максиму. Недавно завершился AutoML от Сбербанка. Кто не знает, там были довольно большие призовые. И, собственно, используете ли вы какие-либо модели в продакшене, которые ребята разрабатывали? Если используете, то как? Что вы там дорабатывали и так далее? И если нет, то почему не используете? Спасибо, но смотрите, короткий ответ пока нет, потому что мы сейчас… То есть, смотрите, AutoML на самом деле, да, там в терминах жизненного цикла, там в терминах CRISP, это автоматизация последней мили, ну, там, улучшение последней мили. И это по времени 5-10, там, 15% от того времени, которое тратит Data Scientist на end-to-end задачу. Но, естественно, мы это не в стол сделали. То есть, мы сейчас, у нас есть, с одной стороны, работы по созданию внутренней платформы, ну, там, во-первых, от САСа пытаемся так или иначе избавиться, потому что он, ну, с одной стороны, недостаточно гибкий, с другой стороны, ну, я думаю, все понимают, что, там, профиль людей, которые, там, 2-3-5 лет назад закончили институт и 15 лет назад закончили институт, это, как бы, вот, молодое поколение слабо совместимо с САС. Вот, поэтому есть разработки собственной платформы, и в рамках собственной платформы будут использоваться эти компоненты, в том числе те решения, которые, ну, топовые контестеры подали. С другой стороны, автоимей для отдельных задач, я, в принципе, показывал, то есть, для каких-то локальных задач, да, но масштабные мы не, прям, вот, то есть, нет такого, что все начинается с автоимей и им же заканчивается. Едем дальше. Еще вопросы? О, у меня как-то, ага, да, все. У меня тоже два вопроса. Первый чуть больше к Валерию, ну, и ко всем. Как собеседовать людей, у которых гораздо больше опыта, чем у тебя? Допустим, когда ты попадаешь в ситуацию, когда тебе нужно найти начальника, например, себя. Вот. И второй вопрос больше к Антону. Может ли помочь, используется ли в продакшене, например, knowledge distillation, то есть, обучение более слабой сети на повторение результатов более сильной сети? Спасибо. Спасибо. Хорошо. Проблема в том, что он более опытен, чем я, или в том, что я вообще не понимаю, о чем он говорит. Это, согласитесь, две разные проблемы. Если человек более опытен, чем я, и я это вижу, это лучше плюс. То есть, это тот человек, которого я, собственно, и ищу. Если я совсем ничего не понимаю в этой теме, я узнаю у его предыдущих коллег, начальников, подчиненных, и я беру того человека, который в этой теме что-то понимает. По поводу обучения более маленькой сети на повторение результатов более большой, мы уделяли этому очень мало внимания, и в целом, когда пытались как-то порезать сеть, сделать ее более легкой, мы шли в сторону усовершенствования по плану обучения, то есть, брали тот же датасет, может быть, меняли агментацию, может быть, меняли гиперпараметры, и результат получался очень часто такой же, как и у большей сети. Здравствуйте, у меня вопрос, скорее, наверное, к Сергею Черновенко, вот, значит, такое содержание, а как-то вы в своих моделях учитываете действия ваших конкурентов, я имею в виду с точки зрения экономической целесообразности, вот смотрите, если я не буду действовать против вас, зная, что вы даете какую-то скидку, ну, коль своим пользователям, да, а кому еще раз вопрос? Мне кажется, Сергей, вот, который, молодой человек, который сидит посередине. Сергей, вот, Алексей, вот, Максим, вот. Я, наверное, Алексей Черновенко, да? Рыжий, седой, брюнет, блондин, выбирай. Да, извините, Алексей Черновенко, я прошу прощения. Все нормально, продолжайте. Да, вот действия ваших конкурентов, которые могут в этот момент дать скидку, ну, как бы, и попытаться отобрать у вас ваших пользователей, вот как-то это учитывается в этих экономических моделях, которые вы, ну, используете? Спасибо. Я понял, спасибо большое за вопрос. Смотрите, конкретно то, что я сегодня рассказывал, оно применялось в среде, где, в общем, такой проблемы нет. Я этой задачей занимался конкретно для ценообразования, где как раз есть такая история. Чтобы это знать, нужно как минимум знать пересечение аудиторий. И это очень сложная большая задача. Более того, ни одна модель, как правило, то есть если конкурент прям вас жестко мониторит, время на принятие решения внедрения скидок, это там, условно, даже в хорошем, успешном и коммерции, это как минимум полторы недели. Это прям хороший кейс. Иногда это месяц. То есть пока вы делаете свою акцию, клиент мониторит, потом находит, потом объясняет команде, как сделать, что нужно сделать и так далее. Ваша акция уже закончилась, все, что нужно, успели сделать. Поэтому влияние очень слабое. Круто было бы это учитывать, но непонятно как. Спасибо за вопрос. Еще второй вопрос. Ко всем участникам, используете ли вы в своих пайплайнах, в своей работе, при трейн-модели для табличных данных? Я думаю, не ко всем, а выберем, давайте, случайные два. Для табличных данных? Был вопрос. Для табличных данных. Для табличных данных нет, не припомню, признаюсь. Если честно, это звучит достаточно авантюристично. Учитывая то, что в табличных данных у тебя может быть диагностика пациента, кредитный скоринг, LTV, ставочки на доту. Прикинь, короче. Я бы хотел сказать, что если табличные данные кривые, то почему бы и при трейн не учитывать? У меня, собственно, вопрос про мобильные сети, поскольку сам немножко занимаюсь областью запуска сеток на мобилках. И у меня такой вот вопрос. Там был пример, там, где была сегментация человека. Но явно, скорее всего, это какой-то UNET. И тут больше интересно, какой энкодер у него использовался. Это мобилнет или что-то свое? Это что-то свое. А описать его, вы где-то описывали или секреты? Да, мы это описывали. Мы публиковали на Medium небольшую заметку. В целом, это такой exception-like декодер, но не предобычный. Ну, то есть, фичи мапы, их количество пришлось перебирать, но в целом, да, он чем-то похож на мобилнет, чем-то похож на exception. И по приросту он там давал результаты лучше, чем мобилнет какой-нибудь? Да, но проблема мобилнета в том, что если вы берете предобычный, то очень странно, как переносить веса. Ну, если вы хотите немножко поменять архитектуру. Архитектуру очень часто приходится менять из-за того, чтобы вам нужно вписаться в какие-то ограничения платформы, сделать определенный FPS, сделать несколько моделей под различные девайсы, возможно. И у нас остается время еще на либо два коротких, либо один нормальный, один короткий. Вопросы? Вопрос, Масим, скажите, используют ли Сбербанк данные о клиентах от других банков? И если это запрещено по каким-то причинам, например, заказательными, используете ли вы скоринги от других банков? И потом как-то их агрегируете, наподобие Random Forest'а? Если это так, то какова доля тех банков, которые делают скоринг лучше вашего? Спасибо, но смотрите, мы используем данные Бюро кредитных историй, и в Бюро кредитных историй мы не видим данные, какого банка, чьи банки, чьи это данные. То есть мы используем это обезличенно, безусловно, и берем с физика согласие на обработку его данных с использованием третьих лиц, то есть БКИ. БКИ, социальных сетей, мобильных операторов, то есть все это в договоре сказано. А, ну там уже отобрали. А, вот, у нас уже новый вопрос. Последний вопрос. Наверное, больше к Валерии. Мне интересно, когда ты собеседуешься, не ты собеседуешь, а ты хочешь на работу, и доходит время до момента, когда тебе говорят про зарплатные ожидания. Ты называешь сам первую цифру, или как заведовал Хасиб, не называть первое число, и как ты вообще делаешь, как ты поступаешь? Обычно я сразу рекрутерам говорю, что рассматриваю от, поэтому в последнее время мне пишут все реже и реже, но все зависит от компании. Например, с Али, я сейчас жду от них оффера, я в конце начал говорить, только чего от них ожидаю. С компаниями российскими я очень по-разному. Но я, если говорят, какие ваши зарплатные ожидания, я говорю цифру. Обычно эта цифра шокирует людей, и уже Хасиб здесь не нужен. Я лучше могу один на один рассказать, как это проходит. Я не хочу на всю аудиторию. Шокирует, это ты что-то там комплексно-означенное называешь? Ну ладно, давайте, еще один вопрос. Ну, ну же, ну же, ну же, аксовый микрофон. У меня вопрос о продолжении предыдущего. Вот, связывая этот вопрос с тем, что мы рассуждали о том, насколько окупается вообще ML, ну, как затраты и на железо, и, в принципе, на фонд оплаты труда. Вот, насколько вообще этот рынок сбалансирован, перегрет он, не перегрет? Потому что кажется, что люди, занимающиеся примерно одним и тем же, могут в двух соседних конторах получать отличающиеся там в два раза суммы. Вот что по этому поводу имеют сказать спикеры? Я думаю следующее. Платят за решение проблемы, за то, какие деньги ты зарабатываешь. Два человека с одним и тем же набором навыков в двух разных конторах могут приносить суммы, отличающиеся на порядок. И если при этом их зарплаты отличаются, ну, ну и что? Если же им платят деньги, которые они не приносят, то рано или поздно эта ситуация закончится, и возможно, что через два года мы с вами все будем безработными. Автоэмэйль, Автоэмэйль, придется тобой. Да, у меня коротенький комментарий. На самом деле, да, то есть все зависит от точки приложения силы. Если вы работаете в маленьком проекте, вероятно, вы просто физически не можете принести там много денег. Если вы работаете в очень большом проекте, даже небольшое усилие, даже очень слабый Амэйль может принести очень-очень много денег. Поэтому все зависит и от проекта, и от навыков специалистов. Поэтому такие разные зарплаты на этом рынке. Ну и последний комментарий. Вряд ли бывает ситуация, как два человека с абсолютно одинаковым набором навыков. Они могут быть очень близки, людям могут быть очень похожи. Но иногда даже эта небольшая разница может окупаться многократно и иметь смысл. Вообще вопрос с зарплатами, он очень интересен. Это мой любимый вопрос, который обеспечивает много времени. И про зарплаты вы сможете спросить Валеру и не только. на перерыве, который у нас начнется буквально сейчас. Ваши аплодисменты всем спикерам.